Такс. Так, первый пошёл, второй пошёл. Привет-привет! Друзья, ну что, мы сегодня с вами пробуем новую функцию, будем отвечать на вопросы в прямом эфире. В принципе, предлагаю не замедлять и начать наш процесс. Очень много интересных вопросов поступило, сейчас я их перед собой все открываю и буду самые интересные вам показывать. Так, давайте начнём с этого. В какой стране хотела бы жить? Очень крутой вопрос. Я пыталась на него как-то поразмышлять, но в итоге я ставила этот вопрос на такую импровизацию. На самом деле можно связывать стилистику американского портрета с тем, что я хочу жить в Америке, но на самом деле это не так, потому что в Америке я ни разу не была, и судить о том, хотела бы я там жить или нет, достаточно сложно. Я пока не могу ответить на этот вопрос, именно какой-то одной страной, но могу сказать точно, что сейчас в Москве мне гораздо комфортнее, чем в Воронеже. Кто не знает, до этого я жила в Воронеже. И, собственно, пока здесь мой дом, и пока меня всё устраивает. Но, опять же, за предыдущий год я успела побывать во Франции, успела побывать в Италии. Я абсолютно не чувствую себя там как дома, и в этих странах я жить бы не хотела. Думаю, что нужно объездить больше количества стран, чтобы найти свой дом. Ну, наверное, так, отвечу на этот вопрос. Так, едем дальше. Интересно, а вы же можете что-то писать сейчас параллельно или только вопрос... А, вижу, можете, отлично. Так, едем дальше. По поводу мастер-классов. Ближайший мастер-класс состоится в Ростове-на-Дону 26 и 27 января. А в Санкт-Петербурге мастер-класс мы пока не планируем, но, возможно, в следующем сезоне что-то придумаем и в Питере. Вот, я Питер очень люблю, очень люблю там снимать, но пока с программой именно туда не собираюсь. Так. На какую камеру фотографируешь? Я промуждала этого вопроса. Сейчас я люблю отвечать на этот вопрос, потому что я снимаю на Sony Alpha 7 III, и я перешла на неё недавно, буквально съёмок 7 назад. Вот. Мне нравится, в принципе, новая камера. Там, кстати, следующий вопрос тоже связан с техникой по поводу объективов. Объектив у меня 28 мм. Это ширик 85 мм, 50 мм. Это портретники. И, опять же, практически на такое же портретное оборудование я снимала и на Canon. И у нас вытекает следующий вопрос. Как же это удобно, как же вообще это логично, всё выстраивается сразу. Так, 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 где-то он здесь был. Ладно, давайте пойдём по порядку. Не буду я мудрить. Когда можно будет записаться на мастер-класс в Уфе, очень хочу попасть к тебе. Во-первых, спасибо огромное. Очень приятно. На мастер-класс вы можете записаться уже сейчас, перейдя по ссылке в шапке профиля. Находите свой город и заполняйте заявку. Заявка приходит организатору, и он в этот же день вам отвечает. Если не придёт ответ, опишите мне. Но организатор у нас суперкрутой, работает очень быстро, и поэтому, я уверена, сразу вам ответит и сразу запишетесь. Так, едем дальше. Хороший вопрос тоже. Можно ли найти свой стиль фото, или это приходит с опытом? Что хочу сказать по поводу опыта. Чем дольше вы снимаете, тем большее количество съёмок у вас урезается. Да, то есть нужно попробовать всё, для того, чтобы понять, что вам что-то нравится снимать, что-то вам снимать не нравится. Для этого, соответственно, нужно снимать много. В плане стиля некоторые снимают годами, некоторые снимают десятилетиями, и к своей стилистике не приходят. К сожалению, гарантия того, что вы будете снимать много и найдёте себя, как таковой её нет. Так. Сейчас, секундочку. Так, смотрим вопрос дальше. Расскажи про эффекты на видео, где такие найти? Очень много, кстати, приходят вопросов по поводу видео. Видео я монтирую в Final Cutie. Это программа, которая есть на Mac. На Windows её, по-моему, нет. Ну и, собственно, там вы можете убирать разные фильтры. С цветом очень сложно, поэтому сказать, прям посоветовать какое-то приложение не могу, но есть огромное количество приложений на телефоне, да, чтобы вы снимали на телефон и обрабатывали уже в каких-нибудь простых приложухах. Есть классное приложение Хромик. Там вы найдёте вот мигающий, как будто такой плёночный эффект. Очень много спрашивают про него, когда я выкладываю в стори с этим эффектом. Называется Хромик. Загуглите, либо сразу запишите в Apple, как он там называется, в Apple-магазин, и вам сразу выскочит приложение. Оно бесплатное, там несколько фильтров. Есть прям такие, есть тёплые, есть холодные. Но мне кажется, вообще фишка основная этого приложения как раз заключается в этих точечках, мерцающих, мигающих. Они очень симпатичные. Так, едем дальше. Как давно ты фотографируешь? Фотографирую я коммерчески с 14 лет, и первая моя съёмка стоила то ли 200, то ли 300 рублей. Кстати, был вопрос, помню я съёмку первую, за которую мне заплатили деньги. Да, я её помню, ничего особенного не было. Я могу, кстати, вам выставить эту съёмку в стори, посмотреть на неё. Тогда мне казалось, что это шикарно, что лучше этого ничего не может быть. Сейчас, естественно, я смотрю на свой результат уже, получается, с пятилетней давности. Ну и, конечно, всё это выглядит очень смешно. Но тогда за эти деньги это, конечно, было суперски и здорово. Так, едем дальше. Поэтому фотографирую я пять лет коммерчески, да, подытожить вопрос. А не беру деньги за фотографии уже, наверное, лет... Лет семь. Может быть, шесть. Не знаю, какие-то страшные цифры, мне в них немножко не верится. Но на самом деле с детства я фотографирую, потому что папа был фотографом, и поэтому очень-очень-очень давно. Так. Каждый мастер-класс разный в разных городах или одну и ту же съёмку? Нет, конечно. Разные стилистики, разные съёмки у нас на мастер-классах. Вчера села обрабатывать съёмку с мастер-класса в Воронеже. Это, ребята, это вау. Это будет очень круто. Я надеюсь, вы оцените. Я специально выдерживаю такую паузу. Хочу показать вам и бэкстейдж. Уже готов. Бэкстейдж нам снимала, кстати, очень-очень хорошее, очень... В общем, я про Вику вам ещё обязательно расскажу. Очень хорошая моя знакомая. Вот. И бэк получился очень крутым. Я его хочу выложить даже в ленту. Такое бывает крайне редко. Чаще на сайт или в группу по мастер-классу. Это хочется поделиться с вами именно в ленте. Ну и съёмка сама, естественно, получилась очень крутой. На мастер-классах они у нас разные, потому что, объясню, да, нет смысла снимать одно и то же. Я на мастер-классах пополняю и своё портфолио, в том числе и портфолио участников. Поэтому хочется разнообразия, хочется разных идей и чего-то новенького. 70 человек, если честно, я в шоке. Даже не думала, что мы с вами собираемся сегодня в таком количестве. Так. Вот он вопрос. Помнишь свои первые деньги, заработанные на фотографии, что за съёмка это была? Ну раз про съёмку, первую съёмку, на которой я заработала, я уже рассказала. Да, в ней не было ничего особенного. Мы снимали на фоне красной стены. И я на... Я цвет красной стены вывела прям такой мощный, ядерный, бордовый. Это прекрасно помню. Могу рассказать про то, как я заработала, в принципе, свои первые деньги. Я работала, ну, не работала, это было там несколько раз, записывала рекламу на детском радио. Ну вот. У меня ещё не было такого низкого голоса. И, в общем-то, мы писали какие-то рекламы. 300 или 500 рублей получила тогда на этой первой работе. Потратили мы с родителями их в магазине на какие-то вкусности, на какие-то продукты, конфеты, фрукты. Я это отлично помню. И вот, собственно, так заработала свои первые деньги. Так, едем дальше. Как прошёл мастер-класс в Воронеже? Очень круто он прошёл. И я уже говорила вам о том, что это был первый город, в котором мастер-класс проходил уже второй раз. Мы с Воронежа в том году начинали. И, соответственно, в этом году по доброй традиции в январе также его и провели. Прошёл очень здорово. Было много народу, да, но это не самое важное. Самое важное, что все люди, которые пришли на мастер-класс, они были внимательные, они были ответственны к своим вопросам, к своим задачам. У нас происходила просто буря эмоций на съёмке, буря эмоций при разборе фотографий, когда мы их обрабатывали. Вот все остались довольны. Это для меня самое главное. И, опять же, скоро вам покажу, как прошёл мастер-класс. И я думаю, его масштабы и его такую классную энергетику вы тоже обязательно оцените. Эфир, естественно, будет сохранён. Друзья, я не снимаю эфиры, которые уходят в небытие. Я прекрасно понимаю, что не все смогут его посмотреть, поэтому принципиально важно его сохранить. Едем дальше. А в какой программе монтируете и обрабатываете видео? Почему-то вопрос не выскочил. Файл Катя. Да, это программа, которая есть на её на Мак. Очень много вопросов про видео. Так. Сколько тебе лет? Сколько раз была за границей? Мне 19 лет. И через три дня мне стукнет уже 20-очка. Второй юбилей будет в моей жизни. Вот. И, собственно, за границей я была... Ну, давайте вместе посчитаем. Если мы считаем ещё всякие Белоруссии, Украины, Турции... Один раз была в Италии в детстве, второй раз была в Италии уже вот в декабре, была во Франции. Так. Ладно, давайте ещё раз. Белоруссия, Украина, Черногория, Турция, Италия, Франция. Была я ещё... 6, получается. 6 стран. Планирую в этом году нагнать и увеличить эту цифру. Может быть, конечно, не вдвое, но на какое-то... На какое-то количество точно. Так. Есть неинтересные вопросы, я их пропускаю. Так, 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 так. Хороший вопрос. Кипр, кстати, вы лучше меня уже разгораетесь. Отлично, я забыла про него. Можно 7. Может быть, сейчас вспомним что-то ещё и цифра поднимется ещё. Как найти баланс между творчеством и коммерцией? Клиент хочет что-то ужасное. Друзья, если вы снимаете что-то ужасное, к вам приходит клиент, который хочет что-то ужасное. Если вы снимаете что-то красивое, соответственно, к вам приходит за красивым. А снимать можно красивое на первом этапе только на творческих съёмках. Пока вы не заявили миру и интернету о том, что вы обладаете каким-либо вкусом, что он вообще у вас есть, к сожалению, к вам не пойдут люди, которые захотят делать такие же красивые съёмки. В России очень много говна. Давайте говорить с открытым текстом. Это говно продают и говно покупают. Поэтому выбиться с чем-то особенным крайне сложно, но тем не менее возможно. Я сейчас не буду уточнять, что именно я называю таким плохим словом, но тем не менее, если у вас в портфолио есть какие-то семейные съёмки у камина, какие-то уличные съёмки, не знаю, какие-нибудь банальные, которые снимают все там на фоне тех же красных стен, с чего я начинала, на фоне листвы, которая такого ядерного зелёного цвета, то, к сожалению, люди к вам и будут идти за этим. Если вы стараетесь над своей визитной карточкой, над своим портфолио придумываете что-то креативное, вкладываете в своё портфолио, вкладываете в свои знания, ходите на мастер-классы, на обучение, впитываете в себя как губка, то, соответственно, к вам приходят люди, которые хотят получить то, чему вы научились. Если вы это не умеете делать, то, соответственно, о чём вообще может быть речь. По поводу брендов, аналогично на коммерческие съёмки, типичные, которые в России снимает каждый второй фотограф, бренд к вам не придёт. Бренд придёт за чем-то эксклюзивным, и он придёт за вашим видением, за тем, как вы можете увидеть его товар. Если вы не показываете это на своих съёмках, как человек, который будет у вас это заказывать, это поймёт. Ну, я думаю, самостоятельно можно ответить себе на этот вопрос, никак. Поэтому, если вы понимаете, что вы хотите снимать что-то красивое, вы хотите продавать что-то красивое, то, соответственно, нужно вложиться сначала в своё дело временем, да, самым главным ресурсом, который у нас есть, и, соответственно, наработать своё портфолио. Если вы не готовы это делать, то тогда шпарим съёмки у камина и наслаждаемся тем, что есть. Опять же, я не говорю, съёмки у камина бывают прекрасные, но я их видела просто единицы. Чаще всего это какой-то шлаг, да, когда в этом нет никакой-то идеи, ничего-то креативного. Мне кажется, такое снимать неинтересно, и это будет покупаться, это будет продаваться, да, там, за небольшую какую-то сумму, но, тем не менее, какой-то заработок у вас будет. Вы сами выбираете свою дорогу, по которой вам идти. Дорога творчества, да, когда ты начинаешь снимать её просто впустую, выкладывать свои творческие съёмки, она непростая. Не факт, что она зайдёт, не факт, что это получится, но, тем не менее, если вам есть что рассказать этому миру, да, показать свои работы, показать своё видение, то почему бы это не делать? Всех денег не заработать, да, и тем более не заработать их каким-то неинтересным путём. Но, опять же, это моё мнение. Я снимала съёмки и у камина, я снимала съёмки и уличные на фоне, там, красных стен, зелени и так далее. Всё это было, но, тем не менее, есть какой-то рост. Если вы не останавливаетесь, то есть за этим какое-то светлое будущее с крутыми коммерческими съёмками, с крутыми съёмками, с брендами, с заграницей и так далее. Так, едем дальше. Почему я решила перейти на Sony, а не продолжить в линейке Canon? Для меня ключевой момент перехода на камеру Sony заключался в лёгкости этой камеры. Это беззеркалка, и я не знаю, если честно, сколько она весит, но она у меня умещается в небольшую сумочку, и, собственно, у меня не болит шея, у меня не болят плечи, так как у меня это болело от техники Canon. Опять же, техника Canon по своим характеристикам прекрасная, я не хочу никак её ущемлять и никак её превозносить перед Sony, но, опять же, могу сказать, что ключевой момент являлась всё-таки лёгкость. И, опять же, я могла перейти на какой-нибудь марк, но, опять же, говорю, да, что главной проблемой отработать 12 часов на свадьбе, отработать 12 часов на съёмки с брендом, у меня начинала болеть шея, болеть плечи, был определённый дискомфорт, и, опять же, я много путешествую, и мне нравится снимать какие-то стрит-съёмки, мне нравится снимать видео, и очень тяжело держать Canon в руках, он очень объёмный, то есть я, выходя на прогулку в путешествие, брала с собой огромный рюкзак, либо этот рюкзак таскал мой молодой человек, в общем, это было неудобно. Сейчас я беру маленькую сумочку, складываю туда камеру, и просто прогулочным шагом могу сопровождать свой прогулочный шаг какими-то кадрами. Это очень удобно, ну и, естественно, динамический диапазон, разница динамического диапазона на Sony, она выше. Кто не знает, что это такое, это разница между самой тёмной и самой яркой точкой изображения. Чем шире динамический диапазон, тем лучше. Вот на Sony он шире, и та картинка, которая сейчас получается у меня снова, камера, это, правда, что-то восхитительное, что-то невероятное, и тот свет, который можно вытянуть с новой камеры, это какое-то одно сплошное удовольствие. Вот, опять же, я не призываю никого переходить на Sony, нужно понять для себя, какая техника для вас удобнее, какая для вас практичнее, и, соответственно, на неё перейти. Так, едем дальше. необычные места, где можно получить крутые фотографии не только в Москве. Честно, я не знаю, как ответить на этот вопрос. Необычные места можно найти везде, главное, знать, что вы ищете, и представлять, какую картинку вы хотите получить. Опять же, и в Воронеже, и в Самаре, если мы говорим про американскую стилистику, можно найти американские локации легко, и в Москве тем более. Сейчас указать какие-то крутые места будет крайне сложно. Да, я просто не понимаю, как это нужно сделать. Так. Едем дальше. Как изменить свой прайс и не потерять клиентов? Как только я подняла, видимо, цену, заказов стало... Заказов стало меньше. Ну, смотрите. Вопрос цены, он всегда очень шаткий и, опять же, индивидуальный. Творчество нельзя оценить в какую-то конкретную цену. Да, то есть, если мы можем дать характеристику технике, да, iPhone X лучше, чем iPhone 5 по таким-то, таким-то характеристикам, поэтому он дороже, то сказать, что работы одного фотографа лучше работать другого фотографа по таким характеристикам, очень сложно на вкус и цвет, как мы знаем, фломастеры разные. И поэтому вы отталкиваетесь только от своих личных ощущений. Каждый раз, когда я поднимала цену, я понимала, что количество моих заказов не уменьшается, она только возрастает, и я просто не справляюсь с объемом работы. я снимала за 3 тысячи, я снимала за 5 тысяч, у меня количество клиентов меньше не стало, их стало только больше, поэтому я подняла цену, стала снимать за 7. А когда сменила цену на цифру 9 тысяч, то, соответственно, клиентов чуть-чуть стало меньше, но зарабатывать меньше при этом я не стала. Да, то есть вы понимаете, что количество съемок меньше стало, но сумма, она все равно осталась прежней. Когда я поставила цифру 15, и сейчас съемка стоит 15 тысяч, опять же, ко мне приходят те люди, с которыми мне комфортно работать, и с которыми я работаю в удовольствие. Съемок от этого меньше не стало. Но, может быть, стало, если я сейчас буду снимать за 3 тысячи, я могу себе, не знаю, съемок 7 в день брать, но какой смысл, если я буду уставать, если я не буду успевать жить, и при этом буду зарабатывать не настолько больше, как снимаю за 15 тысяч, там, 10-15 съемок, месяц. Поэтому, да, отвечая на ваш вопрос, это ваше индивидуальное решение, и если вы понимаете, что, да, уровень ваших съемок вырос, при этом меньше клиентов не становится, да, к вам все равно обращаются, к вам все равно поступают какие-то предложения, тогда нужно поднимать цену, и, соответственно, какое-то количество людей урезать. это не страшно, что людей становится меньше, да, вы при этом меньше не зарабатываете. как ты пришла к такому цвету в обработке? за определенную стилистику могу сказать спасибо в первую очередь, наверное, инстаграму, потому что, когда вы выкладываете свои фотографии в эту социальную сеть, у вас сразу складывается какой-то шаблон, да, какая-то определенная картинка, и, соответственно, вы видите, что там какого-то цвета больше, какого-то цвета меньше, и начинаете с этим работать. Пытаясь подстраивать общий вид, своего аккаунта под что-то определенное, чтобы в первую очередь нравилось вам, отсекаются какие-то цвета. Они отсекаются не таким образом, что вы прям понимаете, да, там, в моих съемках нет оранжевого, я исключаю там оранжевый везде. Нет, вы это понимаете при обработке, и со временем, интуитивно, она становится друг на друга похожей. Вот, опять же, очень сильно зависит цвет и стилистика ваших фотографий от того, что вы смотрите. Я очень много смотрю ретро-фотографии, журналы 70-х, 60-х, и та стилистика, которая есть в них, она меня вдохновляет, заряжает, и, опять же, интуитивно, от того, что я много смотрю этого материала, я начинаю делать что-то похожее, но уже пропускаю через призму какого-то своего видения. Таким образом, мне кажется, и рождается стилистика, и понимание того, как вы, собственно, видите все вокруг. Поэтому советую смотреть вам больше работ, которые вам нравятся, да, в первую очередь определить, что вам нравится, и затем уже смотреть те работы, которые вас вдохновляют, заряжаться от них, и пытаться делать что-то похожее. Так, цветкор, вайтрум или фэше. Цветкоррекцию я делаю в вайтруме, в фотошопе делаю только редушь. Едем дальше. что написано на предыдущей табличке черный. Ну, я так понимаю, это отсылка к истории. Об этом вы узнаете через три дня. Мы сегодня с крутой командой сняли очень классную серию. Я в этом году пытаюсь всё, буду пытаться, да, пока ничего не обещаю, буду пытаться больше выкладывать себя, вот, потому что понимаю, что многие, в принципе, забывают, кто ведёт этот аккаунт, кто всё это делает, и очень важно, чтобы мои съёмки, моё изображение было тоже в моём аккаунте, вот, и поэтому сегодня я прям положила такой, можно сказать, старт этому. Скоро всё увидите. Мне очень понравилось, что получилось, ну вот, и даже Лена, фотограф, с которым мы сегодня снимали, сказала, что давно не было таких интересных съёмок. Мы прям очень круто поснимали и, как мне кажется, душевно отдохнули. Скоро вам обязательно всё покажем. Оставайтесь только позитивно и открытым. Спасибо огромное. Спасибо огромное. Очень-очень приятно. Каким приложением обрабатываешь фото? Вот такие вопросы, если честно, меня удивляют, потому что я точно знаю, что боюсь ошибиться в каком-то процентном соотношении, но очень много людей почему-то думают, что я обрабатываю свои фотографии в каких-то приложениях на телефоне. Ребят, ну, просто камон. Я не блогер, я фотограф. И я обрабатываю свои фотографии в специальных, профессиональных программах. Это не приложения, которые называются Lightroom и Photoshop. Эти программы есть и как приложения на телефоне, но на телефоне я не делаю ничего. Ну, ей-богу. Ну, вот, я надеюсь, этот вопрос просто возьмёт и сейчас закроется сам собой раз навсегда. Потому что даже как-то обидно. Ладно бы там что-то сидело, войско крутило в приложении, но это такая серьёзная работа, которая занимает, во-первых, достаточное количество времени, так ещё нужно иметь достаточное количество умений для этого всего и просто вот в каком приложении. Ну, наверное, в Afterlight. По-моему, было, да, такое приложение? Добрый вечер. Будет ли МК онлайн или в Краснодаре? Мастер-класс онлайн есть уже. Он не в записи, он проходит лично со мной, проходит в Скайпе. Это четыре встречи. Помимо моего личного присутствия в Скайпе с вами, я транслирую специально подготовленную презентацию для вашего визуального восприятия. По поводу мастер-класса онлайн вы можете написать мне в Директ. Мы с вами выберем дату. К сожалению, в январе дат уже нет и в феврале тоже. Вы сможете записаться на март. Мы вам выделим четыре дня, которые подходят и вам, и мне. И, соответственно, встретимся с вами в онлайн-формате. Я обучила уже трёх девочек из Америки, одну девочку из Казахстана, одну девушку из Находки и одну из Владивостока. Карта моя постепенно расширяется, поэтому хоть вы из Камчатки, хоть вы из Африки, честно, всё равно, если вы хотите прокачать свои знания в фотографии за четыре занятия, научиться обрабатывать фотографии так, как это делаю я, понять логику и философию создания, то обязательно сегодня напишите, и уже в марте нас будет возможно с вами встретиться. Едем дальше. Во Франции были проблемы со съёмками. Вот, кстати, хороший вопрос, потому что во Франции никаких проблем. Это, кстати, отсылка к последнему посту. Да, возможно, кто-то его не успел прочитать. Обязательно, как эфир у нас подойдёт к концу, перейдите в профиль и прочитайте. Я написала пост про то, как мы снимали в Италии. Так вот, во Франции у нас никаких проблем абсолютно не было, и когда я приехала из Франции, я, наоборот, рассказывала всем своим знакомым фотографам в России, что снимать в Европе очень круто, потому что у нас люди останавливаются, да, и всё-таки смотрят чуть-чуть, да, так наблюдают за съёмкой, ну, а потом идут своей дорогой. И вот этот момент остановки, он иногда может смущать, иногда может не смущать, каждый раз по-разному, но когда я снимала во Франции, никаких остановок людей абсолютно не было. Там было просто параллельно людям на то, что мы снимаем. Вот я, вот модель, и вот так вот просто мимо нас ходили люди, мы ловили какие-то живые кадры, это было очень круто. И мы снимали в Париже, и когда я приехала в Россию, я прям поголовно рассказывала о том, как снимать в Европе круто, и как я хочу больше съёмок там, но, как оказалось, в Риме немножко ситуация обстоит иначе. Интересно поездить по другим странам, по другим столицам, посмотреть, как там дела с фотосессиями обстоят. Я знаю точно, что в Нью-Йорке абсолютно всем плевать на то, как вы снимаете, где вы снимаете. И, естественно, моя маленькая такая мечта поснимать там, да, и плавить какие-то живые кадры именно в атмосфере американской. Но вот в Европе очень всё неоднозначно с этим. Да, и возвращаясь к вопросу, во Франции у нас никаких проблем абсолютно не было. Я снимала там свадьбу, я снимала там портретную съёмку, и что с парой, что с девочкой, никаких проблем абсолютно не было. Я была очень довольна именно атмосферой, которая царила там, когда мы снимали. Так, смотрим дальше. Как раскрепостить модель, как работать с моделью для естественных поз? Очень хороший вопрос, потому что большое количество проблем начинается именно с того, что модель не понимает, что она должна сделать. И многие фотографы никак не контролируют свой основной инструмент. Что модель, что одежда. Да, это инструмент фотографа, который, как из пластилина, начинает что-то на съёмку лепить. Сейчас, момент. Что ты там хочешь? Ну иди. Поэтому что, если вы не понимаете, какую картинку вы хотите получить в итоге, модель не поймёт этого тоже. Я момент позирования с моделью прорабатываю и постоянно контролирую, чтобы никаких лишних движений она не начала делать. В России у нас принято, чтобы модель сразу начинала какие-то позы вам показывать, как-то вагинации, что-то из себя представлять. Но за границей от этого уже отказались. И это круто, потому что естественность — это то, к чему нужно стремиться, и это то, с чем действительно сложно работать. Я недавно поняла такой факт, что гораздо легче снять что-то сложное, чем снять что-то простое. Вот простое равно естественное. И добиться этой естественности, конечно, трудно. Но, отвечая на ваш вопрос, могу сказать, что только опытом и только с пониманием того, чего хотите добиться вы. Про какие-то фишки работы с моделью, про какие-то фишки разговора с моделью, как к этому прийти, я рассказываю на мастер-классе. Сейчас я эту тему поднимать не буду, но, опять же, вы в первую очередь должны прислушаться к себе и понять, чего именно вам нужно, что вы хотите. Донести это до модели, и тогда у вас, собственно, всё получится. Ближайший мастер-класс, который пройдёт, он пройдёт в Ростове-на-Дону 26 и 27 января. Группа у нас уже набралась, но, возможно, вы успеете забронировать последнее место. Так, вопрос у нас подходит к концу, и я буду переходить к вашим вопросам, который вы задаёте в нашем чатике. Как научиться делегировать? Тоже очень крутой вопрос. С этой проблемой я сама лично столкнулась, я её сама лично решила, и смогу ответом, как мне кажется, с вами поделиться. Что такое вообще делегирование? Да, это разделение обязанностей на какое-то количество людей, которые с ними справляются лучше. Я, например, раньше всё брала на себя, и организация всей моей съёмки, она держалась только на мне, я всю ответственность брала на себя, и думала, ну, никто лучше не справится с этой задачей, так, как это сделаю я. Я могла модель сама накрасить, выступить в роли визажиста, я могла сама съездить, купить вещей, выступить в роли стилиста, соответственно, потом пофотографировать, соответственно, потом отретушировать, выступить в роли фотографа, в роли ретушёра. И, собственно, заканчивалось это всё тем, что у меня не было свободного времени абсолютно. Я 24 на 7 занималась съёмками от организации и до конечного результата. Я поняла, что так больше быть не может. Во-первых, я не справляюсь со всеми задачами на 100%, потому что я прежде всего фотограф. Я не визажист, я не стилист, я, конечно, ретушёр, но где-то глубоко в душе. и ретачить по 50 съёмок в день, если честно, мне никакого удовольствия не приносит. Мне приносит удовольствие сам процесс, сама фотография. И очень важно именно сосредоточиться на том, что приносит удовольствие вам, и заниматься тем, что вам нравится. А те задачи, которые вам не нравятся, тяжело вам даются, отнимают у вас много времени, их, соответственно, распределять по тем людям, которым они нравятся и у которых они занимают не так много времени. Соответственно, таким образом у меня появилась большая команда. Сейчас есть визажист, с которым мы постоянно работаем, есть стилист, который помогает организовывать съёмки, находит вещи и понимает меня реально там с полуслова, мы просто на какой-то космической волне. Вот мы отработали уже там небольшое количество съёмок, но все они прошли на ура, потому что была команда, где каждый занимал своё место и каждый понимал то, что он делает. Соответственно, появился ретушёр, который забирает часть моих съёмок, поэтому съёмки отдаются впрок, вовремя. Да, я могу брать большее количество съёмок, потому что, допустим, ещё полгода назад я понимала, что нет смысла брать там 20 съёмок в месяц. Когда я их буду ретушировать, непонятно. Помимо съёмок, помимо фотографий, у меня есть ещё другие проекты. То есть, да, фотография, конечно, занимает большую часть моей жизни, но есть и какие-то другие области. Также появились мастер-классы, появилось обучение. На это нам всё нужно время, которого нет, когда ты сидишь и ретушируешь. Вот, соответственно, сейчас есть большая команда, которая этим занимается, и это круто, потому что работа реально пошла в гору, и это здорово. И я подумываю даже о том, чтобы взять менеджера или ассистента какого-то помощника. Возможно, работа станет ещё более продуктивной. Но пока какой-то необходимости в этом нет, поэтому не заявляю о поисках, но, возможно, скоро озадачусь и этим. Поэтому, опять же, можно прочитать книжку о делегировании, например, у Игоря Мана есть несколько книг, где главы про делегирование расписаны очень круто. Одна из книжек, кстати, она где-то здесь должна лежать. Называется «Как стать номер один». Возможно, кто-то её читал, кто-то нет. Я её очень советую прочитать. Там достаточно поверхностно, но глобальные вопросы священы. И один из вопросов как раз про делегирование. Но сейчас не будем углубляться именно в тематику книги. Могу сказать, что на личном опыте вы рано или поздно научитесь делегировать и поймёте, как распределять обязанности для того, чтобы ваш процесс доставлял вам не только удовольствие, но работа шла в гуру, и всё процветало. Наверное, стоит ответить так. Так, смотрим дальше. У тебя есть образование? Я учусь в Московском государственном институте культуры на факультете государственной культурной политики. Вот так он называется. Образование я ещё не получила, потому что мне 20 лет. Но скоро я его получу, надеюсь. Как у тебя получается вести один профиль в своей жизни и твоих работ? Как пришла к такой гармонии, видимо? Могу сказать точно, что вести два профиля нет никакой необходимости. Конечно, если вы блогер и блогер-фотограф, возможно, в этом есть какая-то цель. Но, опять же, могу сказать точно, что введя два профиля, вы себя просто распыляете. У вас не растёт один, не растёт второй, и это занимает у вас очень много времени. То есть Инстаграм занимает у вас 100% жизни. Мне кажется, что это ненормально. Инстаграм, он, да, выполняет какую-то рабочую функцию сейчас, особенно у фотографа, но он не должен поглощать вас полностью и сбирать у вас то самое ценное, что есть у нас в реальной жизни. А когда вы ведёте два профиля, к сожалению, вы начинаете жить для тех людей, которые на вас подписаны. Мало того, что нужно успеть снять какую-то серию, для того, чтобы ваша работа не стояла на месте, так нужно ещё и снять, собственно, как вы живёте, что вы делаете, как вы проводите время. Это крайне сложно. Если вы посмотрите на фотографов-блогеров, то вы увидите, что какой-то из профилей, да, у них растёт лучше. Два ни у кого не растут одинаково хорошо. Либо блогер становится блогером и фотографирует чаще себя, и редко там проводит какие-то фотосъёмки. Либо он прям фотограф, и всё реже выкладывает свои фотографии. Одновременно хорошо не развивается никто. Такого примера, к сожалению, нет. Есть блогеры-фотографы, но сказать, что их развитие, что фотографии, что блогинга растёт как-то пропорционально, пожалуй, нельзя. Поэтому, да, я введу один профиль, но сказать, что я добилась какой-то гармонии, мне кажется, нельзя, потому что моих съёмок всё-таки должно быть больше для той самой гармонии. Но, опять же, я понимаю, что в приоритете у меня стоит фотография, именно сделанная мной, поэтому эти съёмки всегда будут в моём профиле преобладать. И очень круто, что находятся те люди, которые со мной вот такую гармонию разделяют, что им не нужно 24 на 7 видеть меня, они могут видеть мои работы и даже видеть в них рост. Вот что очень круто, меня порадовало комментарии на предпоследней серии, очень много человек написали, что это новый уровень, что чувствуется развитие. Я его сама почувствовала, и для меня было удивительно, что это передаётся ещё как-то через экран. Это суперкруто, и я очень рада, что очень чуткие, очень интеллигентные, очень воспитанные и грамотные люди на меня подписаны. Это, пожалуй, самые лучшие награды для меня именно в Инстаграме. Так, смотрим дальше. Нужно ли отдавать исходники? Как найти свой стиль? На вопрос, как найти свой стиль, я уже ответила. По поводу исходников нет, конечно. Какой смысл отдавать исходники? Если хотя бы кто-нибудь на этот вопрос может дать ответ, возможно, появится другое мнение. Но исходники — это ваш полуфабрикат. И если вы их отдаёте, то, скорее всего, вы не цените свой готовый результат. Мои исходники от готового результата отличаются, но не сказать, что прям сильные. Я не сижу в фотошопе много, не изменяю фотографию до неузнаваемости, но тем не менее мой готовый результат он заключается в том, что я сделала. Поэтому отдавать исходники нет никакого смысла. В редких случаях я обсуждаю этот вопрос, но, скорее всего, если вы у меня спросите, а дам ли я вам исходники, вы услышите ответ «нет», поскольку готовые фотографии, либо фотографии в цвет коррекции, они несут большую ценность, чем голые кадры. какой смысл вы тогда приглашаете меня сделать их, если вам нужны необработанные фотографии. Опять же, ни один человек пока не смог дать какой-то ответ на этот вопрос. Тут, кстати, есть очень много вопросов, на которые я потом отвечу в историях. Либо они уже звучали, либо они неинтересны, либо... Но, опять же, я на них обязательно отвечу. Так, хороший вопрос. Как перебороть страх неудачи и поверить в свои работы? Так. Ну, во-первых, могу сказать, что нет смысла вообще чего-то бояться. Да? Как только вы это поймёте, так у вас начнёт всё получаться. Опять же, есть такая очень хорошая фраза, которая мне безумно нравится. То, чего вы боитесь, и есть то, что вам нужно сделать. Как-то так она звучит. Но, тем не менее, если вам пришла какая-то идея, во-первых, её нужно сразу воплощать, а во-вторых, вы ничего не потеряете, если что-то пойдёт не так. Абсолютно ничего. И, опять же, как только вы это понимаете, так только, мне кажется, вы обретаете какую-то гармонию, какое-то счастье и начинаете уже прокачивать свой опыт. Опять же, какой может быть страх неудачи? Есть какой-то человек, который оценивает уровень ваших работ? Или, может, кто-то напишет вам какой-то плохой отзыв? Нет, конечно, нет. Да, особенно если вы начинаете. Это просто какая-то парадигма, да, которая созрела в вашей голове, и, собственно, нужно с ней работать. Опять же, когда я начинала, я у меня никакого страха абсолютно не было, я просто хотела это делать, я просто хотела делиться с миром тем, что я делаю. У меня был страх других моментов. Да, я, например, в своё время хотела снимать какие-то видео на YouTube, и я очень боялась осуждения, там, людей со страны. И, если честно, сейчас я жалею о том, что тогда я это не сделала. Опять же, есть очень крутая фраза, она звучит как «Через 10 лет ты будешь жалеть о том, что не сделала ты сегодня». Вот сейчас, если я буду что-то сделать, я понимаю, что, блин, реально через 10 лет я буду жалеть, что сегодня я это не сделала. Поэтому надо попробовать, надо сделать и посмотреть на результат. Опять же, пока вы это не сделали, вы как бы уже проиграли. Вы даже не попробовали. Ну, попробуйте, не получится. Опять же, в этом ничего страшного нет. Огромное количество бизнесменов, там, чью биографию я читала, не сразу у людей строились какие-то классные проекты, крутые бренды. Очень много было провалов, но каждый провал — это определённый опыт. И если вы через него не пройдёте, вы не сможете сделать что-то лучшее. Вот. Поэтому даже провалы, даже какие-то ошибки, надо к ним просто иначе относиться. Да? И эти неудачи, они могут научить вас гораздо большему, чем какие-то удачи. Поэтому не бойтесь, начинайте, и в любом случае будьте уверены, что всё, что вы можете сделать, это зависит от вас. А вы можете сделать многое. Так, едем дальше. Очень хочу к тебе на съёмку, спасибо большое. Можете записаться в директе, я вышлю вам все условия. В январе осталось ещё две даты. В принципе, можете успеть, и мы с вами обязательно поснимаем. Так. Как ты находила людей, которые платили бы тебе за фотосет? Ну, в самом начале пути я не находила никаких людей, не выпрашивала у них деньги, чтобы они заплатили, а я их пофотографировала. Конечно, это полный бред. Я снимала своих друзей, друзья рассказывали друзьям друзей, кто-то приходил уже за денежку, складывалось параллельно какое-то портфолио, и с приезда в Москву я стала больше снимать каких-то моделей, каких-то блогеров, но, соответственно, таким образом об мне люди стали узнавать. Цели снимать за деньги у меня никогда не было, она появилась просто сама собой, и опять же в тот момент, когда я поняла, что за любую работу человек должен получать какое-то вознаграждение, соответственно, деньги. Я очень долго, например, не хотела снимать за деньги, мне казалось, что это обесценивает моё творчество, обесценивает меня как творческую единицу. Были какие-то моральные терзания, связанные именно с тем, что за своё удовольствие я снимаю человека, я получаю удовольствие, я ещё буду получать деньги, это очень странно. Первые съёмки я кушала в кафешках, как оплата, работала за еду, можно сказать. Ну и, соответственно, потом ты понимаешь, что, во-первых, уровень твоих работ вырос, а во-вторых, ну действительно, та работа, которую ты выполняешь, во-первых, она занимает огромное количество времени, да, твоего самого главного ресурса, и должна каким-то образом оплачиваться. Специально я никаких людей никогда не находила. Опять же, я знаю фотографов, которые специально обучались для того, чтобы зарабатывать, да, я сейчас не говорю про какие-то курсы маркетинга, люди специально покупали курсы по фотографии, чтобы делать на этом деньги. У меня такого никогда не было, я прежде всего хотела как-то самовыражаться, и потом это вылилось уже в определённую профессию. Но опять же, в 21 веке, если вы делаете что-то красивое и что-то качественное, и показываете это всему миру, в данном случае Инстаграму, вам в любом случае будут приходить заказы, и люди в любом случае будут спрашивать, сколько это стоит, да, вне зависимости от того, готовите вы тортики или фотографируете. Если вы показываете свою работу, то на неё придут клиенты. Так. Хотелось бы видеть работы до и после будут. Давайте сейчас вы полайкаете, да, не просто для какого-то количества лайков, а просто, чтобы я поняла, интересно вообще эта тема вам или нет, и, возможно, я что-то придумаю, да, покажу вам какие-то работы до, но, тем не менее, так, вижу, заинтересованность есть. Во-первых, мне кажется, что круто, что остаётся какая-то интрига, да, мои исходники выглядят таким же образом, как и все исходники, там, с Кэнона, с Сони, они мало чем отличаются, но при этом здорово, что есть какая-то интрига, как мне кажется, да. Эта интрига рассеивается, опять же, на мастер-классах, да, когда у нас сначала проходит съёмка, потом мы с вами вместе приходим, скидываем фотографии, начинаем их обрабатывать, и, наверное, стоит оставить для масс это какой-то закрытой информации, потому что, опять же, мастер-класс приобретает свою какую-то определённую ценность, как мне кажется. Но, опять же, если в этом есть необходимость и вызывает такой массовый интерес, возможно, я подумаю, каким образом это сделать. так, ну что, давайте я закрываю вопросы, перехожу к вопросам вашим. Так, ох, уже много тут понаписали. Так, 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 так. Когда будет мастер-класс в Санкт-Петербурге? Опять же, пока ответить не могу. Санкт-Петербурга в программе этого года нет, но, возможно, в следующем сезоне мы его обязательно внесём. Подскажите, пожалуйста, какая база должна быть для мастер-класса? Будет здорово, если вы владеете основами. Опять же, огромное количество людей приходит с разной подготовленностью. Была девушка на мастер-классе в Калининграде, которая спросила, могу ли я прийти и поснимать на телефон. Опять же, это её право. Мы предупредили о том, что, да, фотографии мы с телефона обрабатывать не будем, будем обрабатывать только с фотоаппарата, но, тем не менее, она пришла, и многому научилась. Как я знаю, сейчас она купила фотоаппарат, и все полученные знания применяют уже на новую технику. Тем не менее, программа мастер-класса, она рассчитана на определённый уровень, да, это не совсем программа новичка. Как мне нравится говорить, вы должны прийти с хлебом и получить такое масло на него. Если вы пришли без хлеба, то, к сожалению, есть одно масло будет невкусное. Но, тем не менее, приходили люди, которые только начинали свой путь, и, в принципе, те вопросы, которые у них возникали, мы их дополнительно освещали, расставляли всё по полочкам, и потом уже следующую информацию они получали и приобретали её в свою копилку. Поэтому здесь очень сложно сказать. Здорово, если вы уже снимаете, здорово, если вы разбираетесь в настройках и каких-то базовых композиционных приёмах. Да, знаете, что такое правила третей, ритм. Конечно, вам будет проще. Если вы это не знаете, просто придите и сообщите об этом. У нас есть вариант, как решить эту проблему. эфир будет сохранён. Когда ждать прямой эфир, как ты играешь на фортепиано? Думаю, что скоро. Думаю, что скоро ждать как минимум историй, как я играю на фортепиано. Может быть, кто-то видел, может быть, кто-то нет. Купила я фортепиано себе наконец-то. За то время, пока я жила в Воронеже и вообще пока была маленькая, я 8 лет училась в музыкальной школе по классу фортепиано. И на самом деле, когда уезжала из Воронежа, я просто была благодарна судьбе, что я покидаю комнату, где стоит вот эта вот огромная громила. Но, тем не менее, переехав в Москву, появилось какое-то желание. Я первое время жила в общежитии, купить в общежитии фортепиано, но это было невозможно. Там на квадратный метр были несколько человек, и это крайне сложно. Хотя у наших соседей, как мне кажется, я слышала несколько раз фортепиано. А вот сейчас я приехала в квартиру, и наконец-то этот потрясающий инструмент, который стоит по левую руку от меня, сейчас греет мне душу. Подхожу к нему, играю какие-то песенки, которые ещё не забыла, подбираю какие-то мелодии. Это очень круто. Сбылась такая небольшая мечта. И скоро я вам покажу свой талант, скажем так. Объективы, какие на Sony используете? 28 мм, 50 мм и 85 мм. Вы у кого-то обучались? Я училась в школе в Воронеже, которая называется Real Photo. Я её обязательно ещё отмечу в посте. Вы сможете на неё перейти. И онлайн-обучения у них нет. Но, если честно, я бы даже советовала вам поехать в Воронеж и обучиться там. Потому что ту информацию, которую преподносит там, я не знаю, в какой фотошколе вы ещё сможете получить. Если бы не было этой базы, возможно, я бы сейчас не снимала так, как снимаю. Какой факультет вы заканчивали в ВГИК? Я не заканчивала в ВГИК, и, мало того, я его не только не заканчивала, я туда не поступала. Московский государственный институт культуры МГИК. М, не В, а М, мама. МГИК. Сначала училась на факультете фотографии, фотомастерства. Факультет фотомастерства он назывался. Сейчас учусь на факультете государственной культурной политики. Вы корректируете внешность модели, когда делаете ретушь? Очень редко использую пластику, чаще стараюсь вытянуть всё при позировании, чтобы потом не вмешиваться какими-то сторонними инструментами. Приезжаю в Швейцарию. Очень хочу. Возможно, приеду. Так. Не хотела когда-нибудь организовать фэшн-съёмку с необычной одеждой и макияжем. Не поверите? Ну, нет. Никогда не было такого желания. И, если честно, мне важно понимать, зачем ту или иную съёмку я снимаю. Если я этого не понимаю, для меня теряется смысл и пропадает желание. Вот, соответственно, если когда-нибудь будет определённый смысл, да, и определённая цель это сделать, я обязательно сделаю, но без неё, я думаю, что вряд ли получится что-то хорошее. У кого вы учились в фотографии, кем вы вдохновляетесь? Вдохновляюсь американскими фотографами. Любимый фотограф мой – Родни Смит. Обязательно посмотрите его работу в интернете. Он снимал в Нью-Йорке, и его работы отличаются такой репортажной, постановочной симметрией. Этот термин я выдумала сама, возможно, он имеет какое-то другое название, но тем не менее, если вы посмотрите его работы, вы поймёте, про что я говорю. Вы очень талантливы, спасибо большое. Как вы предлагаете съёмку блогерам? Сейчас блогеры пишут уже самостоятельно. Первое время писала сообщения в Директ, писала сообщения на почту, отвечали на почте, отвечали в Директе. Снимала блогеров, обо мне узнавала большее количество блогеров, и некоторые уже стали писать самостоятельно. Сейчас со многими блогерами мы работаем уже на дружеской основе. Так, естественно, гораздо проще. Через одного человека можно выйти на другого. Нетворкинг никто не отменял. И, собственно, сейчас могу тоже написать в Директ, если никак с человеком, с блогером мы ни разу не пересеклись и не пересечёмся. Опять же, если очень хочется с ним поработать. Соня, новая серия Виталии снята на плёнку, очень красиво и стильно получилось. Нет, это снято на Сони. Как раз это одна из первых съёмок на эту камеру. И, если честно, именно в Италии у меня возникали очень большие проблемы с ней, потому что я не понимала, я пока её не чувствовала. Новая камера — это как новый человек. Если вы начинаете общаться с новым человеком, вы что-то ему рассказываете, и следите за реакцией. какую-то шутку расскажете, зайдёт, не зайдёт, да, вы для себя как-то отмечаете и понимаете. Вот здесь было то же самое. Я экспериментировала с настройками, что-то не получалось делать точно так же, как это было сделано на Canon, что-то получалось сделать лучше. И у нас именно в Италии какая-то притирка с камерой происходила. Возможно, это очень странное понятие, и многим оно не знакомо. Но, тем не менее, это было так. И две съёмки в Италии, которые мы сняли, они были провальные, потому что я пыталась даже снимать на JPEG, потому что, опять же, читала, что у Сони JPEG сильный. Не совершайте эту ошибку. Он, конечно, сильный, но не настолько. Снимайте также в RAW. И одна съёмка что-то, что... А, нет, одна съёмка была провальней. Все остальные были уже удачными. Две это я что-то согнула. Работаете ли вы со стилистами? Да, работаю со стилистами, и сейчас кайфую от того, что моя команда постоянно пополняется с какими-то разными людьми. Опять же, есть стилист, с которым мы работаем постоянно. Если вы стилист, обязательно напишите мне, и, возможно, мы с вами снимем что-то интересное. Сможете ли вы проанализировать мои работы на мастер-классе или после него? Да, смогу. Две минуты, вот, мне показывать, у нас осталось. Опять мы с вами как-то очень быстро проболтали. Смогу. Мы разбираем портфолио на мастер-классе. Мало того, мы разбираем ваш аккаунт в Инстаграме. Поэтому обязательно это сделаем. Друзья, спасибо вам огромное. Не успею уже ответить на вопросы, которые остались. В новом году уверена, что мы с вами будем встречаться в таком формате чаще, больше, лучше и продуктивнее. Сейчас выставлю в истории вот это окошко, где вы сможете написать темы, на которые хотите услышать прямой эфир. Я их обязательно подготовлю и уверена, что они будут полезны как вам, так и мне. Давайте вместе в этом году работать, стараться друг для друга, и тогда всё у нас будет получаться. Спасибо вам огромное за крутые вопросы. Мне было суперкомфортно, как всегда. Надеюсь, вам было полезно и продуктивно. До новых встреч и спокойной ночи.